Слава Иисусу Христу! Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! молот, слово своего, и ломать, крушить эти стены, перегородки неправильные и прочее. И перестраивать все это. Так вот, перестройка, реформация, это перестройка такая, как бы. Слава Богу. И, возлюбленные, еще скажу, что со вчерашнего, да, я приветствую тоже наших зрителей в трансляции, сегодня, кто принимает участие, пока не так много, еще 21 человек только пришел в трансляции. Но надеюсь, что больше людей подключатся. А, сегодня же суббота, предпасхальный, поэтому сегодня меньше даже в интернете людей, я понял. Хорошо. Но надеюсь, что, значит, и сегодня и в зале людей поменьше смотрю я. Многие, видимо, пошли куличи печь, да? Яйца красить нет? Хотя, кто знает? Ну, нет, в принципе, я же, как бы, ну, я же не против, если вы, ну, как, хозяин барин, что называется. Вот, но я, мое дело предупредить, как бы, а, как бы, дальше уже человек сам принимает решение, что ему делать. И, если я скажу, что в эти дни молюсь о том, чтобы Господь, как бы, вот, из кулича нашей греховности, знаете ли, вот, он просто сделал массу своей праведности, чтобы Господь, он пришел в наши судьбы. Конечно, печально, что в культуре наших народов, вот, славянских народов изначально заложено очень много такого, знаете ли, бесовского, небожьего однозначно, к сожалению. Но я верю в то, что Бог может творить чудеса не только в жизни отдельного человека, отдельного гражданина, но и целых народов, целых стран. И примеров здесь очень много. Вспомним, хотя бы, вот, ту же самую Корею, да? Южную Корею, куда пришло христианство с Евангелия, с Библией в руках, с Иисусом Христовым. Знаете ли, это христианство, оно превратило в южнокорейский народ. Один народ, мы так условно говорим, северокорейский, южнокорейский, в принципе, это один народ. Некогда вообще одна страна. Но так вот, исторически получилось, что была поделена она на два лагеря. Наверху, на севере были коммунисты, внизу, на юге, американцы. И не только прошел такой, знаете ли, барьер, граница какая-то образовалась, но духовно изменилась ситуация. Потому что, когда пришел коммунизм, пришла разруха. И до сих пор северокорейский народ страдает под гнетом коммунизма. И, конечно, это ужасно, что до сих пор еще существуют такие регионы на планете, где коммунизм, он истребляет душу народа. Порядка 40 тысяч, как считается, христиан, сидят в концлагерях Северной Кореи. Страдают в судьбах, в лагерях смерти. И описание их страданий, они, ну, на самом деле, ужасны. Я много читал, интересовался этой темой. В Южную Корею пришли миссионеры с Библией в руках, с Христом, с Иисусом Христом. И южно-корейский народ смог на протяжении очень короткого времени, благодаря именно Библии, благодаря Слову Божьему, благодаря Иисусу Христу, благодаря американской системе как раз своей ценности, смог подняться очень быстро. Очень серьезно смог подняться. Это чудо на наших глазах. Поэтому народ... Помните песню такую популярную в последнее время? Бугай Анатолий пел ее и поет. Если народ как-то... То не узнать, что через год как-то станет наша земля. Не помню, какие красивые слова, но я не запомнил их, к сожалению. То есть, если какой-то народ, он примет Иисуса Христа, если он будет молиться, то через год он поет «Его не узнать там народ». Как песня называется-то? Вы не слушаете Бугая? Да вы что? Понятно. С вами все ясно. Надо будет пригласить этого человека сюда тоже. Очень хороший брат, очень хорошо поет, мне очень нравится он. И... Ну, можно даже в сети посмотреть, если ранее интересно, Анатолий Бугай. И его песни, некоторые авторские песни. «Армия Христа». Вот эта вот песня его, «Армия Христа». Очень популярный хит среди христиан так. И... Так вот, друзья мои, но сегодня хотелось бы рассказать некоторые моменты из истории христианства. Слушайте, в последний вечер хочется о многом сказать, но времени очень мало. Поэтому я буду краток и постараюсь кое-что описать вам из истории церкви. Христианство на Русь пришло когда официально? Началось крещение Руси когда? Кто помнит? 988 год, да. Конец 10-го столетия. Русь была крещена не сразу, но поэтапно. Но вот такое массовое крещение Руси началось с крещения Киева в 988 году. Русь была крещена, но крещена ли она была добровольно? Или насильственно? Насильственно. Дело в том, что, к сожалению, Русь была крещена, но не просвещена. Как говорил великий русский писатель Николай Лесков. Он описал само крещение Руси, работал много в монастырских библиотеках, изучал творения отцов, летописи изучал древние. И пришел к такому очень страшному пониманию, что проблемы тогдашней России и с Каипери 19-го столетия, они корнями уходят очень глубоко дальше. И он написал, что Русь была крещена, но не просвещена. И о самом крестителе Руси, князе Владимире, тот же самый Николай Лесков написал следующее тогда, что он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Знаете, вот он как бы не в бровь, а в глаз, что называется, заметил такую главную трагедию, вот не только личную трагедию Владимира, князя, но и многих тогда людей, и многих политиков, многих тогдашних царей, допустим, и проблему Руси. Вспомним вот хотя бы господина Лукашенко, да, президента Белоруссии, который заявил на самом высоком уровне, как президент страны, такие слова. Вот официальная вот цитата, известнейшая цитата. Я, говорит, атеист, но я православный. Вот, как бы, это публичное его исповедание веры, значит, в присутствии там множества народа, значит, высокопоставленных чиновников, всевозможных, и в прямом обращении к народу он сказал, что он атеист, но вот он православный. Вот, к сожалению, вот именно как Федор Михайлович Достоевский писал, что русский человек по природе свой атеист. Очень интересно, как бы, он писал это в последние годы своей жизни, всю жизнь изучая душу народа, он пришел к пониманию, что русский человек по природе является атеистом. И как в воду глядел, он написал такие слова в прощание к друзьям, что если однажды атеизм, он будет угрозой для человечества, он приедет именно с Россией. И мы знаем, что Привизовик бродил по Европе коммунизма, он бродил, но не нашел места пристанища своего. Этот дух нечистый, ему нужно было место безводное, бесплодное, ему нужно было место, где он мог бы осесть. И, к сожалению, именно на бескрайних просторах Российской империи он нашел себе пристанище. В Европе он не смог найти себе достаточное место, пристанище, этот нечистый дух. Хотя он там зарождался, Карл Маркс, Энгельс и прочие вот эти вот основатели этой безбожной идеологии, знаете ли, продавшую душу дьяволу, просто-напросто, ну, про Энгельс это трудно сказать, про Маркса конкретно есть данные о его сатанизме, именно конкретно посвящении дьяволу. Так вот, но этот нечистый дух, который был просто-напросто из ада как бы на эту землю отправлен, но он не смог найти в Европе пристанище. Но он нашел место пристанища именно в Российской империи. А почему те, кто были вчера, те знают. Я рассказал некоторые вещи. Ведь, когда, значит, хулился Дух Святой, когда на пробуждение духовное говорилось, это не от Бога, якобы это от дьявола, и когда физически истреблялось это пробуждение, то есть люди убивали мы были, и чудом спасались потом бегством из России. Так вот, в этот момент, конечно, очень видно сеяние и жатва. И отец Александр Борисов, московский протеерей, я с ним лично общался на эту тему, ныне здравствующий московский протеерей, написал в 90-х, издал, точнее, в 90-х, написал на нее раньше еще, свою книгу известную, называется «Побелевшие мимы» или же «Размышления о русской православной церкви». В сети на сайтах некоторых ее можно посмотреть, достать ее фактически невозможно. Очень небольшим тиражом и распространена была эта книга. Но очень важные темы поднимал отец Александр Борисов в начале вот как раз 90-х годов. Дело в том, что именно Борисов Александр протеерей, он написал очень конкретно, четко и ясно, что для коммунизма именно для прихода коммунизма, именно мы, как православный церковь, мы таранили дорогу, готовили платформу для будущего коммунизма. Своей тысячелетней историей мы приготовляли для коммунизма плацдарм определенный что ли. И, кстати, многие, допустим, наработки коммунистов, допустим, действия, многие из вас, допустим, наслышаны, допустим, о безумной жестокости, там, ЧКНКВД, допустим, да, но мало кто знает, что вот эти методики, чехисты, многие взяли именно как раз из церковных методик. В музее религии и атеизма в Ленинграде тогдашний, допустим, выставлялась одно время очень большая экспозиция в Казанском бывшем тогда соборе, ныне действующем снова соборе. Так вот, в этой экспозиции было много очень материалов представлено, как раз именно православной инквизиции, и ЧКНКВД использовала эти наработки. К примеру, вот в вашем городе, я не помню сейчас, я так, Николаев, так, поскольку, поскольку, как бы, сейчас я посмотрел, но, есть такое место у вас в городе, там такая стелла, как бы, с изображением Ленина, и там написано декрет о мире, декрет о хлебе, или о земле, да, так вот, эти декреты, которые со школьной скамьи нам, как бы, известны, ну, по крайней мере, средний возраст, значит, и пожилое поколение, так вот, но, мало кто знает о других декретах Ленина, которые очень непопулярны сейчас, но которые, допустим, были тоже впервые опубликованы тогда в истории человечества, допустим, декрет об абортах, это первый в истории человечества закон, никогда еще со времен Каины и Абеля, Адама и Евы, первых прародителей наших, никогда ни в одной цивилизации человеческой не было закона такого государственного, который бы давал, допустим, право совершать убийство нерожденного ребенка, и в первые в истории человечества в 1920 году, по-моему, это был, или раньше еще даже, опубликован такой декрет, декрет, по крайней мере, в 1919 году он уже обсуждался с Абнаркомом, это молодое советское тогда правительство, так называлось, во главе с Ульяновым Лениным, и был подписан декрет об абортах. Знаете ли, господа, ведь тысячи врачей-гинекологов были расстреляны в то время, как саботажники декрета советской власти за отказ делать аборты без медицинских показаний к тому. Тысячи были, много очень порядочных врачей в то время, оставалось очень много порядочных врачей, которые отказывались это делать. Но по любому доносу, любой пионерке, любой комсомолке, можно было сразу лишиться жизни. ЧК, НКВД, тут же арестовывал этих врачей, и фактически на скорую руку расстреливали, убивали. Тысячи врачей поплатились своей жизнью, потому что, согласно декрету, об абортах, Ленин утверждал, и с оннаком, был согласен об этом, и ненадушно, что ребенок внутри матери, это еще не является ребенком, он является частью материнского организма. Дело в том, что в начале 20 века медицина была еще очень неразвита. И медицинские учебники именно так и объясняли нерожденного ребенка, как именно часть материнского организма. Но уже после Второй мировой войны было однозначно доказано, что, медицински доказано, что Библия права, что нерожденный ребенок не является частью материнского организма. У него даже группа крови может быть другая, его сердце бьется отдельно. Много есть исследований, и ведущий учебник по гинекологии, именно США, из Думы, он рассматривает нерожденного ребенка с момента зачатия как самостоятельную часть, имеющую право свое, и рассматривает как отдельного пациента. То есть сейчас есть возможности внутриутробно производить ребенку, допустим, изменения определенные, операции даже производить. Он находится еще внутри матери, а ему уже делают отдельную операцию. Так вот, друзья мои, я скажу, что это не моя сейчас тема об абортах, но только вдумайтесь, ведь именно впервые в истории цивилизации человеческой именно Ленин и Саннарком подписали закон, декрет об абортах. Насаждался блуд благодаря пионерии комсомолии так как в 20-х годах насаждался блуд, насаждались беспорядочные половые связи и, соответственно, беременности нежданные и начались массовые аборты. Потом декрет еще более ранний. в первую годовщину советской власти подписанный декрет о концлагерях. Это тоже первые в истории человечества, задолго до немецких фашистов, задолго до того, как Гитлер начал политику изоляции этих, допустим, меньшинств и евреев в концентрационном лагеря. Декрет Ленина о концлагерях был опубликован во всех советских газетах, когда первую годовщину советской власти. И в этом декрете значилось декрет о концлагерях для ликвидации классового противника. То есть, согласно тому закону, первые концлагеря, построенные под Оргом, под Тулой в Московской области, были как фабрики смерти задуманы. То есть, туда помещались люди, вся вина, которая была лишь в том, что они родились в этом классе общества. Неважно, они там были хорошие, плохие, они что-то сделали хорошо или плохо, сделали, неважно, они верили советской власти или были противниками ее, неважно. Неважно, они были глупыми или умными, заслуги их никакой роли не играли, вся вина была лишь в том, что они родились в этом классе общества определенном, допустим, дворянском классе общества, купеческом, священническом. Коростные работали по принципу фабрики смерти. То есть, когда приходят люди туда, им не говорят, что вас будут сразу убивать, но в течение там нескольких месяцев они должны все умереть от болезней, недоедания, голода и прочее. Издевательства, и, конечно же, расстрелы публика тогда были популярны. И эти декреты о констагерях и декреты об абортах это были впервые в истории человечества. Материалы, законы государства, которые конкретно противобожные были законы. Немецкие фашисты впоследствии придя к власти в Германии они скопировали идею констагерей. Но я вам расскажу еще одну тайну. Это не тайна, просто материалы, которые мало где можно услышать вообще. Дело в том, что еще лет за 20, даже чуть больше идея констагерей была в Российской империи. И угадайте, кто ее придумал. Кто был автором первого констагеря в истории человечества для массового уничтожения людей, групп людей? Это были православные священнослужители. Непосредственно автором проекта, ну как бы по крайней мере его душой, как бы и его главным идеологом, и в общем-то главным спикером, кто собственно огласил впервые в истории человечества этот проект, откровенно безбожный проект, это был митрополит Милетий Рязанский, который в общем-то работал над этим проектом очень много лет. девятнадцатый век, друзья мои, я хочу эти вещи сейчас рассказать для того, чтобы пришедшие сегодня сюда, чтобы каждый из вас и наши зрители дорогие, чтобы могли молиться о реформации Церкви Православной. Есть вещи, твердыни, которые еще они ужасающе очень серьезные, и пока они не будут разрушены, пока они будут покаяния в этих вещах, о дальнейшей информации серьезной, о покаянии десятков и сотен миллионов людей очень трудно говорить. Господа, это очень важная тема. Для кого православные тогдашние иерархи, и в частности митрополит Рязанский, значит, готовили проект Констагеля для вас? Большинство присутствующих здесь евангельских христиан. Проект был приготовлен для именно евангельских христиан и для евреев. В 19-м столетии почему вопрос об этом стоял уже очень остро? Потому что шло духовное серьезное пробуждение, которое власти уже не могли контролировать. Шло очень серьезное духовное пробуждение. Вчера вы слышали такое, что я немного рассказал о молоканах, духоборах, рассказал о том, что в 18-м столетии люди, они таки стремились к Библии. Официальная церковь не давала Слово Божьего людям. Но это не значит, что Бог, он не хочет дать людям Слово Божьем. Бог хочет дать. Если не благодаря церкви, то вопреки церкви, как угодно, он все равно придет людям. Божья воля должна исполниться. И, конечно, благословена та церковь, которая будет исполнительницей воли Божьей. Но проклята та церковь, которая будет противницей исполнения воли Бога. Чтобы нам быть не проклятием, а благословением, нам нужно просто-напросто слушаться нашего Господа и исполнить дело то, что Он говорит нам. Что вы зовете меня? Господи, Господи, а не делать от того, что я говорю вам, Он говорит. И поэтому православная церковь тогда оказалась в очень неприятной ситуации. Закрывая от людей спасение, имея колоссальные ресурсы, возможности, влияния, идеологические возможности потрясающие, финансовые, невероятные возможности, будучи главном монополистом и финансистом Российской империи. Все десятины со всей империи шли в церковную казну. Кстати, о десятине. Очень интересный вопрос. Многие сегодня люди в недоумении. Откуда десятина, допустим, у протестантов оттуда, из Библии? Но дело в том, что в православной церкви, в традиции, я за десятину, за возрождение этого библейского понимания, библейского учения. Но проблема наша православная в том, что это взимание десятины было всегда в истории православия, но учения об этом фактически отсутствовало. То есть была принудиловка, просто-напросто был некий церковный обналодок. Вопрос, как назывался первый на Руси каменный храм? Не деревянный, временный, а уже каменный храм? Десятинная церковь, правильно. Она была построена на десятины киевлян, крещенных. Об этом говорят предописцы однозначно. То есть первое, что сделали византийские, греческие священники, придя в Киев и покрестив киевлян, они собрали все десятины со всех дворов крещеных. На эти деньги была построена первая каменная церковь, десятинный храм. Содержался храм десятины на что? Летописцы однозначно говорят, исключительно на десятины великого князя киевского и его семьи. Это было их привилегией, это было их честью, что великий князь Киевский и его семья своими десятинами содержала всегда этот храм. На Руси, особенно после монгольских период, была принудиловка. Да, говорить не надо даже о дальнем времени, я не буду говорить даже о каком-то после монгольском, возьмем опять эти девятнадцатые промышленное производство нарастало, фабрики, заводы строились и рабочий класс рос, мы знаем это из истории, в это время насчет из сел очень много людей стало уходить в города и образовался рабочий класс. Так вот, люди, работавшие на фабрике, на заводе православного вероисповедания, они десяти, но даже не получали на руки. То есть, если ты работал на фабрике, к примеру, то что было? Десятина, она сразу шла всей твоей заплатой в церковную казну автоматически. Кстати, даже в своде законов Российской Исперии Десятина называлась святыня Господня, она была налогом не облагаема никак. С 90% остальных брались все налоги, штрафы, вычеты и прочее. То есть, ты и Десятина даже не получал на руки. Крестьяне, к примеру, которые утаивали Десятину, бывало такое, и потом узнавалось, что был факт утаивания таких крестьян в 19-м столетии, даже не 18-й век, где было еще жестче, в 19-м веке пароли, при систематическом нарушении церковной дисциплины, то есть утаивание и десятина регулярная, было тюремное заключение или же высылка в Сибирь, или же забривание в солдаты. В принципе, были разные варианты. Но до отмены рабства в России, до отмены крепостного права было очень жестко, конечно. Пароли нещадно и отправляли в Сибирь, если священники узнавали, что крестьянские хозяйства утаивали Десятину своих доходов. Рабочий класс, он был лишен даже права на добровольную отдачу Десятины. У него просто забирали церковным налогом в Десятую часть. Это неправильно. Это в корне неправильный принцип. Потому что в Библии говорится, что доброходно дающего любит Господь. Не из-под палки, не как-то еще, не иначе, а именно добровольно, доброходно. Есть Божий принцип. Человек должен осознавать, понимать. И во что это, к чему это привело все? Друзья, к тому, что когда Александр Керинский во главе временного будущего правительства в начале 20-го столетия, начало 1917-го года при революции первой, тогда, когда пришло первое в истории России демократическое правительство во главе с Керинским. Так вот, Керинский, одно из первых его распоряжений было отменом принудительной Десятины. Был виден впервые в истории Российской империи, был виден принцип добровольности в Десятинах. И что бы вы думали, в Петрограде тогдашнем, в столице, 2-3%, то есть меньше 3% населения стало давать Десятину. И в основном это были кто? Это были дворяне, ну, класс, такой, высокий класс, высший класс, высшее общество, как бы, средний класс, и тем более простые рабочие, допустим, напрочь отказывались, за ледчайшим исключением. Примерно то же самое было в армии. Об этом пишут продавец военно-морского флота и армии тогдашней российской в воспоминаниях своих, мемуарах, что младший состав команды, младшие офицеры и также рядовой состав напрочь отказался от Десятин. Когда деньги выдали все на руки, и священники объявили, а теперь кто хочет, давайте Десятину. многие показали просто фигушки. Все, мы это не даем. То есть это был бойкот. То есть миллионы, десятки миллионов православных христиан однозначно заявили церкви фигушки. Не дадим вам. Представляете? Это очень о многом говорит. В Десятинах в армии остались и в флоте верными лишь старшие офицеры. Не младшие офицеры, а в основном старшие офицеры. Генералы, адмиралы, прочие полковники. И об этом очень много свидетельств есть. Тоже это не просто мнение одного или двух историков. Это десятки разных материалов об этом я могу назвать. Архивных материалов. Так вот, и конечно на протяжении вот этого времени, короткого 17-го года получилось, что миллионы, десятки миллионов православных христиан свое православие скинули. И в общем-то проявили свой атеизм. Но не об этом сейчас я даже хочу. У нас немного времени, поэтому я хочу снова к тому, о чем я сказал выше. Что именно Констагеря, откуда сама вот эта бредовая идея убивать тысячи и тысячи своих же подданных, откуда она возникла вообще, эта идея? Она возникла потому, что пробуждение набирало обороты, духовное пробуждение. Потому что в 19-м столетие это уже не просто молоканство и духоборчество. Молоканство, я вчера кое-что об этом сказал уже, чуть-чуть совсем, кто обратил внимание, что молоканство было разным и духоборчество было разным. Были молокани прыгуны, помните, я говорил, да? были молокани жидовствующие их называли, были молокани ну там десятки, наверное, где-то 20 или 30 даже, наверное, направлений разных молоканства, но были такие водные молокани, кстати, из водных молокан на Кавказе вышел впоследствии Иван Степанович Проханов, из водных молокан, его мама и папа были из водных молокан, то есть те молокани, которые пришли к пониманию, сами читая Библию, пришли к пониманию, что нужно креститься по вере в Иисуса Христа крещением с полным погружением в воду. Они к такому пониманию пришли, очень тяжело, но пришли. Очень сложно было как бы переступить им через барьер, через который не решались многие переступить. Они говорили себе, что мы уже крещены были в детском возрасте, в младенедическом возрасте, нас всех крестили, по законам российской двери, поди, откажись от крещения. Если своего ребенка не крестил, у тебя могут просто лишить прав родительских забрать ребенка, поэтому ты обязан их крестить, но все, безвыходная ситуация. Но уже повзрослев эти люди, молокане, они осознали, что им нужно креститься уже по вере, личной вере в Иисуса Христа, своей личной вере, и они крестились. В общем-то, еще одна история. Я рассказал вчера немного о движении снизу и с толщи народа. В 18-м столетии это духобор и молокане. В Украине был в то время тоже очень интересный реформатор, да, Григорий Савич Сковорода. Значит, это, можно сказать, тоже реформатор, который изнутри, будем так говорить, много что сделал для именно евангелизации народа, для просвещения народного. Кстати, когда в Харькове он проживал уже на Холодной горе, кто помнит историю его жизни, ему писали письма, и с Петербурга было предложение переехать туда, в столицу, во дворец, жить при императрице. Знаете ли, но Григорий Савич очень, как бы, так вот, знаете ли, ответил так вежливо, что, как бы, ну, по старости, или уже немолодым человеком менять, как бы, не очень хорошо. Но, но что интересно было потом, значит, правильно назвал Григорий? Могу говорить. Так вот, и что интересно, а потом было письмо из Печерской лавры, и отцы предлагали, пожалуйста, Григорий Савич, приезжайте к нам, будете столпом веры в лавре великой и прочее. Но, Григорий Савич заслал в карман невесты. Он там сказал такие слова, что написал примерно так, что довольно вазглых столпов окаянных в этой Вавилонии великой. Ну, да. Так вот, и что интересно, пробуждение набирало обороты, особенно после падения крепостного права, после отменорабства в России, в общем-то, назрела идея реформации, очень серьезной реформации. В Петербурге были в то время кружки такие в Москве, пашковцы были, ну, это очень большая тема такая, не хотелось бы ее так вскользь говорить, но скажу лишь, что наверное слышали вы лорда Гренбила Рэдстока, Рэдстока. Нет? Так, слишком запущено все. Хорошо, тогда напомню вам кое-что, расскажу вам кое-что. В 19 веке были события некоторые. Приехал однажды лорд, английский, Петербург, приехал с миссией, миссия была евангельская, правда, по-русски он почти ничего не понимал и не мог говорить, но он мог говорить на французском и на своем родном английском языке. А все дворяне и как бы знатные люди все свободно общались на французском и многие знали хорошо английский. Поэтому у него проблем не было с проповедью Евангелия вот в этих слоях. но о простым людям, которые по-французски ничего не знали, кроме как там мадам месью, жусь и манс пас и жуж помните, как Писов Равелина цыганил себе на пропитание. Спасибо. Так вот, да, тост за реформацию. Не, серьезно, почитайте про Редстока, очень интересные материалы. Да. Так вот, и Редсток, он проповедовал в этих, ну, как бы, в высших кругах. И многих приводил к покаянию. И среди покаявшихся, значит, были такие интересные люди. Допустите, Модест Модестович Корф был в Петербурге. Это церемонимейстер царского двора. То есть, это тот человек, которому вели многие нити при дворце и вообще в Петербурге. То есть, как бы, один из ключевых людей тогдашнего официального Петербурга. Церемонимейстер царского двора. Потом Пашков Василий Александрович. Это был олигарх тогдашний. Это был, ну, как сказать, богатейший человек, ну, кроме Романовых. Следующий по состоянию своему, по финансам был Пашков. Это однозначно. То есть, то есть, как бы, с ним только лишь царская семья могла соперничать по деньгам. Это был олигарх, очень крупный человек, финансово независимый. У него была своя страна, как бы, внутри страны. Это сотни всяких фабрик, заводов, пароходы, всевозможные склады, свое, ну, то есть, это свои поля, недвижимости, огромное количество. Это все было нажито многими поколениями, как бы, вот такого большого бизнеса. Значит, и Василий Александрович Пашков, он рассказывал в своих воспоминаниях интересные вещи. Он был такой хлебосольный такой человек, как бы, и когда его родственники предложили, вот так и так нам должно заехать в гости значит, лорд английский, как вот к этому отнесетесь, он, пожалуйста, мы примем его. Но все знали, что у лорда английского очень странная манера. Он всегда значит, остановился на колени и молился. Молился своими словами, читал Библию, плакал перед Богом, молился перед всеми людьми и говорил людям об Иисусе Христе. Его приглашали на балы, но все балы обычно заканчивались покаянием людей значит, значит, и как бы сценарий бала светского срывался. Поэтому его особо на балы уже стали, избегать его как бы приглашать, но а другие стали специально приглашать его. Он, в общем-то, был таким человеком внешне неуклюжим, плохим танцором, но очень хорошим проповедником. и, значит, собирался возле него все время народ интересующийся. И вот Василий Александрович рассказывал, что вот когда он пришел, ну как бы его там угостили, все, значит, за столом было угощение, а он начал с молитвы, встал на колени, по Бога поблагодарил за все, помолился, просто в простоте помолился. И знаете ли, это очень коснулось сердца. А уходя, знаете ли, о чем спросил этот английский лорд Василия Александровича? Он сказал, спросил его, вы, лично вы, Василий Александрович, вы спасены или нет? Если сегодня ваш последний день, знаете, куда вы пойдете, в рай или ад? Вот на этот вопрос он не мог ответить. Вообще, человек был, Василий Александрович, он был очень жертвенным человеком. Там тысячи храмов в свое время были построены, ну не только им самим, а его предками, там, прочее. То есть, как бы, и финансировались, сотни храмов им лично финансировались. Вот, как бы, и монастыри многие жили от его подаяния, как бы, от его, ну, денег. И, как бы, многие эти приюты всевозможные были тоже им спонсированы. То есть, как бы, он жертвовал деньги на такие вещи. И был человеком таким, как бы, ну не скупердяем, там, значит, они, как бывает, некоторые люди закрываются. Он открывался на людей. Но вопрос был для него на засыпку, спасен ли он сам? И он признался, что он не знает. Он просто не знал. И тогда этот английский лорд просто-напросто привел его к покаянию. Он сказал, давайте помолимся прямо сейчас. И Василий Александрович сказал так, написал потом. Когда он вставал с молитвы, на ноги встал, я встал, я встал, понял, другим человеком встал. Абсолютно. Вот всю жизнь. А, кстати, примерно то же самое писал Корфу, Модест Модестович. Вот это, церемоний мести, да? А он примерно то же самое писал. Что, говорит, я как знал чуть не наизусть православный катехизис. Знал Бога служения, но я не знал спасения. И когда он помолился тоже, он принял спасение, но эти люди были репрессированы царем. Каким образом? За что? За то, что эти люди, они избрали путь Евангелия, путь Христа. Царь был очень разъярен, когда узнал, что в его государстве ладно там простые мужики, там по штурмам ходят, ладно простые мужики, там, значит, там, значит, как бы баптисты подались, там, молока, не дохоборы, но и известнейшие люди, тем более, что Василий Александрович издал, то есть, нужны были деньги на Библию, но церковь отказывалась давать деньги на Библию. Но он сам сделал на свои деньги, напечатал Библию. Правда, церковь ограничила, тираж, потому что Василий Александрович мечтал, чтобы каждому жителю империи подарить Библию. Но тираж был настолько мал, что хватило, даже священникам не хватило этих Библий. Но из-за того, что была цензура царская, и был лимит такой. Священники очень бояли, что Библию помогают простым прихожанам, к простым людям. И, в общем-то, при деньгах своих и при власти своей, Василий Александрович представлял уже угрозу тогдашнему царству, как понимал царь. И Александр Третий, тогдашний русский царь, он вызвал однажды к себе этого олигарха, евангельского уже человека, который стал тоже везде проповедовать. Знаете ли, он был бы человеком высокого положения, однако же проповедовал и простым кучером, и простым рабочим проповедовал. И в его доме, в дом Башкова в Москве, в Питере, проводились многотысячные, раньше балы, а теперь многотысячные евангельские собрания проводились. Ну, представьте себе, по несколько тысяч человек, и при том разных сословий, не только высшего сословия, но и низшие люди, разные, бедные люди тоже приходили на это собрание. И под фортепиано пели гимны просто с немецкого, с английского, с французского они переводили протестантские гимны многие на современный русский язык и пели их. Это очень сильно трогало людей. И, знаете ли, священники забили тревогу, что назревает кризис. Люди, понимаете ли, многие сегодняшние современные священники православные очень боятся Библии. Почему? В Москве один священник мне сказал так, что грамотный прихожанин это самый опасный прихожанин. Многие священники понимают, что если дать человеку Библию, он не сможет верить процентов 90, наверное, тому, чему учит сегодняшнее священство. И не зря они боятся. Я знаю, что надо бояться Бога, а не Библии. Надо бояться Слова Божьего в другом, бояться не исполнить это Слово. И поэтому моя молитва сегодня за реформацию церкви. Так вот, что же было? Александр Третий вызвал Пашкова и в виде ультиматума заявлял ему, что либо он отрекается от этой своей новой веры, либо его разоряют и изгоняют из России без права возвращения. Просто-напросто Александр Третий он рассказал ему популярно, что готовятся ну, будут массовые аресты и покончим с этим евангельским движением, со штудизмом. Василий Александрович отказался от своего всего состояния. Его законно, беззаконно разорили с одним чемоданом вещей, без копейки. Человек не имел счетов за границей, все деньги вкладывал только лишь в Россию и все деньги были только лишь в России. Поэтому оказался он в далекой Франции без копейки, под старостью я впервые в своей жизни стал работать своими руками, мой посуду в ресторанах, полы мыл в кафе французских. Многие олигархи, богатые люди, тогдашние дворяне, приезжая во Францию, удивлялись смирению этого человека. Они говорят, это не Василий Александрович, на старости лет мой полы и с такой любовью поет гимны, ходит на собрание, проповедует, раздает трактат, по всему Париже ходит, раздает на французском языке, трактат раздает. Баптийские какие-то трактаты. Но самое интересное, соотечественники, приезжая, тогда, в конце 19 века, начало 20 века, еще до революции, приезжая в Париж, видели не хлюпика, не ноющего человека, а довольного, счастливого, радостного, который, наоборот, их еще подбодрял. У него все отняли, все, все огромнейшее состояние отняли. Без ничего остался человек, но с Иисусом Христом. И он так скромно и умер, малозамеченным человеком вообще, но очень удивительной была судьба человека вообще. То же самое постила Корфа, но Корф не был олигархом, но он был тоже небедным человеком. У него были свои дворцы, были свои поместья, и, значит, знаете, весь земли и прочее. Всего лишился. Примерно так же поступили с десятками других дворя, но более низкого положения, конечно, не таких богатых уже, ну тоже не бедных, далеко не бедных. У них, у десятков тогдашних дворян, покаявшихся, принявших Христа, отнимали дома, земли, на законных основаниях, как бы. То есть специально поставляли, фабриковались дела определенные. И этих дворян, высшего сословия, отправляли без права возвращения за границу. При первом же возвращении попытки вернуться в Россию, их ждал бы арест и тюрьма. Поэтому им надо было быть в изгнании. Это было в конце девятнадцатого столетия. Был беспредел. Да, дом Романовых очень сильно обогатился тогда. Царь очень сильно, конечно, стал богатым. Но помогло ли ему это богатство? Не помогло. Но, если для богатых царь Александр Третий придумал такую расправу, то на бедных он решил отыграться на всю катушку. Начались массовые аресты. Тюрьмы переполнены. Десятка тысяч людей были арестованы и снижались в очень плохих условиях. Отправляли в Сибирь. Даже в саму Якутию отправляли на принудительные работы. Всевозможные шахты отправляли людей на работы, где люди быстро заболевали и умирали. Так расправлялись с евангельскими христианами в царской России. Но, но, это было еще не все. Главной идеей, ну, две категории в своих поданных царь Александр Третий ненавидел. Две категории. Первое, это были евреи, второе, это были евангельские христиане. И тех и других он ненавидел. Для евреев он придумал черту оседлости и ущемлял всевозможно. Евангельских тоже истребляли христиан. Но все это казалось мерами незначительными для царя. И в этот момент под рукой ему попал очень такой опасный человек. Это митрополит Милетий Рязанский. Рязанский, я его уже говорил о нем вначале. Митрополит Милетий, он был известен до Рязани, он был чеченским и забайкальским. В частности, в академии, издании Академии наук Бурятской АССР еще есть много архивных материалов о деятельности этого инквизитора в Рязи там в 19 столетии. В середине 19 столетия митрополит Милетий крестил десятки тысяч бурят в Западной Бурятии и других народов, китайских народов некоторых и малых народов Сибири, Дальнего Востока. Так вот, по данным издания Академии наук Бурятской АССР значится, что все это крещение было насильственным, потому что многие села бурятские отказывались принимать этого Милетия на свою территорию. Тогда Милетий брал армию и штыками заставлял людей креститься. Производились расстрелы мирного населения. Это 19 век. Это не то, что 18-17 век. Это середина 19-го, вторая половина даже, 19-го столетия. Производились расстрелы. То есть армия прямой наводкой стреляла по мирным селам, по домам, где жили люди, женщины, старики, дети, своим же подданным, лишь за то, что они отказались принять священника и отказались креститься. Вот таким образом усмиряли. были потом стрельба армия по мирному населению из винтовок. Стреляли на поражение. Именно усмиряли бунты эти, потому что бурята не хотели вместиться. Знаете, не того Иисуса им показывали, конечно, поэтому они не хотели. Они не хотели православного Иисуса, которого им навязывали. Я общался с бурятами, общался в том крае в Забайкале общался с некоторыми верующими. И скажу так, что до сих пор у многих из них обида на христиан, как на насильников, на убийц и прочее. Да, прав был Наполеон в Наполеоне, что на штыках можно много что сделать, но нельзя на них усидеть. Это правда. И христианство можно построить на штыках, но на штыках оно не будет стабильным. Оно не может устоять вообще. Лишь один фундамент для Евангелия настоящего, для христианства настоящего, это Иисус Христос. Иисус Христос не нуждается в таких медвежьих услугах своему царству, как, допустим, массовые крещения Руси, допустим, или расстрелы бурят, или кого-то еще. Настоящая Евангелие не нуждается, и Христос не нуждается в таких медвежьих услугах, как стол в посудной лавке. Это не наши методы. Наши методы, мирные методы, и Евангелие Христа всегда, истинная Евангелие Христа распространялась мирным образом. А вот военным образом распространялась лже-евангелие. Почему утверждают так, друзья? Потому что в Евангелии сказано, как раз, сам Иисус говорит, что прием время вас даже будут убивать, и будут думать, что тем самым служат Богу. Но Иисус дальше продолжает мысли, говорит, почему это будет происходить. Потому что не познали ни меня, говорит, ни отца моего. То есть там, где убийство во имя веры, там нет познания ни Иисуса Христа, ни Отца Небесного. Там нет настоящей веры. Там подложная вера. Ложная. И вот митрополит Милетий, он дослужился, он получил награды, всевозможные церковные награды, и переехал в Рязань, уже человеком пожилым. Так вот, но лавры инквизитора не давали ему покоя. Еще, находясь за Байкалье, он засел за проект, который не имел аналога в истории. Проект концлагеря. В Рязани проект был завершен, доделан им проект. С макетом, именно с описаниями. Проект был грандиозным, конечно. Предполагалось создавать в Заполярье, именно заполярным кругом, вот нынешние Воркута, допустим, вот в тех широтах. Значит, целую сеть концлагерей, с рядами колючей проволоки, с бараками для охраны, значит, и администрации, где больше удобств, значит, и защита от холода и прочее. Потом бараки для мужчин, для женщин бараки. И предполагалось в эти концлагеря поместить всех российских подданных неправославного вероисповедания христианского. То есть те, кто, допустим, баптисты, 50-ники, харизматы, тогдашние прыгуны, я имею ввиду. Они не назывались харизматами, но были, по сути, харизматами, эти прыгуны, малакани. И, в общем-то, проект был принят, друзья. Правда, Александр Третий, когда уже он намеревался уже этот проект воплотить, единовластно, была система неограниченной власти, самодержавной власти. То есть зависело все от одного человека, от императора. Он скажет, и все это будет иметь закон. Не было обсуждений, не было конституции в то время, не было депутатов. То есть это все было, как бы, еще, ну, как бы, вообще, лишь мечтами. Так вот, в условиях самодержавия царь принимал сам это решение. Проект милиция, он должен быть воплощен. Всех евреев, ненавистных императору, всех евангельских христиан, это сотни тысяч подданных российских, предполагалось поместить в лагеря смерти для, ну, по сути, медленной смерти. Потому что делать они там ничего не могли, производить ничего не могли, по сути, толкового, лишь на выживание и медленное уничтожение. Так вот, именно в тот момент, когда Александр Третий вдруг, он решился уже проект воплотить, с ним случился удар, и он скоропостижно скончался. Буквально на глазах, даже не оставив завещание. Даже он не верил, что он умрет. Внезапно, неожиданно, смерть настигла его. Я вижу в этом особую руку Божью, друзья. Хотя, многие современные историки говорят, что вероятнее всего, что среди его лечащих врачей были евреи, и которые узнали, что их народ будет истреблен, скорее всего, отравили его. Но делались анализы, там прочее, яда не нашли. Но я так рассуждаю. Даже если это был и какой-то еврей, который подсыпал что-то ядовитое. Знаете ли, все равно в этом была рука Божья, однозначно. Потому что царь не остановился бы, если бы он не исполнил вот этого всего. По крайней мере, история отравления, это недоказанная история, и никакого яда не нашли. Даже производились более поздние анализы по тканям. Значит, не нашли никаких следов отравления яда. Так вот, пришел к власти его сын, последний русский царь. Вот подошли к самому интересному, подошли. Николай Второй. Почему к самому интересному? Потому что Николая Второго сегодня как святого пиарит. Особенно в русской православной церкви. Значит, в украинской православной церкви, в московской бандерриархата, не так активно, как в самой России и Белоруссии. Но, я вынужден разочаровать верующих в светлый образ Николая Второго. Дело в том, что Николай Второй начал свое правление со спиритического сеанса. И свою жизнь посвятил конкретно тогда бесам. И этому есть неопровержимые свидетельства. Первые дни после того, как он остался без отца, были для него стрессом, безусловно. И, в общем-то, в Петербург был вызван доктор Пайнос, спиритист, консультант дворов этих, германского, автовенгерского дворов. И сама его невеста, принцесса Алиса, Дармштадтская, она же, впоследствии Александра Федоровна, последняя русская императрица, она была с детства вовлечена в оккультизм, именно в спиритизм. В Дармштадте, в Германии, я бывал неоднократно. И бывал в этом музее, где выставляются личные вещи, и вот эти вот показываются, где жили эти принцессы дармштадтские. И экскурсовод, водя, показывает этот стол, за которым собирались девочки, молодые принцессы, производят спиритические свои первые опыты. Откуда увлечение спиритизмом было у молодых этих принцесс? От королевы Елизаветы Британской. Этому есть тоже очень интересное свидетельство. Королева Виктория. Все знают о ней, слышали о ней что-то, допустим, да? Самое удивительное было в истории Англии, королева. Викторианская эпоха целая, так называемая, да? В 19-м столетии. Викторианская эпоха. То есть женщина, ставшая эпохой в жизни не только своей страны, но и всей, ну, не побоюсь сказать, всего мира. Потому что Британская империя в то время была самой могущественной из всех, которые только существовали на нашей планете. По территориям, самой огромной, по влиянию, самой влиятельной в то время была Британская империя. И Виктория, она была королевой именно в самом разгаре этой империи, в самом цвете этой империи. И она же застала уже, по сути, начало распада этой огромнейшей империи. Так вот, у Виктории была проблема главная, спиритизм. Когда она потеряла своего любимого мужа, который был ее первым советником всегда в делах, политике и во всем, она обратилась к спиритистам за помощью. И последнюю часть своей жизни, по сути, ничего не делала, не посовещавшись со спиритистами. Потому что ее муж давал ей советы как бы с того света. И вот поэтому, можно сказать, что главным проклятием, которое похоронило впоследствии Британскую империю, самую могущественную из всех империй, был именно спиритизм, к которому обратилась королева. И принцессы Дармштадтские, они были инфицированы этим спиритизмом также, с самого нежного возраста. И Николай II через свою возлюбленную, через свою будущую жену, также был приобщен к спиритизму. Возможно, он знал об этом и раньше, до своей невесты. Но нет об этом никакой информации. Так вот, о чем общался Николай II со своим покойным батюшкой, мы не знаем, но знаем одно, что после этого разговора Николай изменился. Он стал фаталистом и окружил себя всевозможными оккультистами. Ну, самая такая одиозная личность, это вот Гришка Распутин, да, Григорий Распутин, впоследствии пришедший в его окружение. И скажу, что, конечно, проблемой главной стало что? Что Николай II решился после восшествия на престол именно довершить дело своего отца. Довершить дело своего отца. Насчет мост лагерей, довершить и в этом дело до конца. Его возлюбленная, его жена, уже Александра Федоровна, была жутко антисемиткой, как и сам Николай II, но даже еще больше, чем Николай II, потому что при дворце, когда она говорила слово евреи, все искали пятый угол уже. Все понимали, что это самое страшное ругательство у императрицы. И Николай II решил распрощаться со всеми евреями, своими подданными и со всеми евангельскими христианами. Для этого он не был таким харизматичным, как бы, личностью, такой, как Александр, его отец, но он решился на, как бы, некую коллегию, что ли, совещание некое. В городе Казани проходил съезд православного духовенства. Отметьте себе его. 1897 год. 1897 год. Кстати, удивительное совпадение, но именно этот год, он в истории, допустим, сионистского движения был именно таким рубикованным неким. Именно по сути рождение государства Израиля формально, ну, как бы, юридически оно родилось в 1948 году. Но духовно, однозначно, историки говорят, сионисты именно пришли к такому пониманию и четкому же видению именно в 1897 году. Так вот, и несмотря на взорвавшийся конгресс в Мюнхене, несмотря на это, однако же, сионистское движение уже оформилось и было заявлено, что на основании Писания евреи имеют право на свою землю, историческую родину свою. И вот то, что поется... Знаете, этот гим? Это один из переводов этой песни, ставшей гимном государства Израиля. И скажу, что эта мечта, многовековая мечта, именно в 1897 году, она стала уже программой. Это удивительно вообще. Это не просто совпадение, я в это верю глубоко, что это не просто совпало. Так вот, в 1997 в Казани, в Казани собирался съезд духовенства, который решил покончить с еврейским вопросом и с евангельским христианством раз и навсегда. главным спикером Казанского съезда... Почему в Казани, понимаете, да? Потому что в Москве и Петербурге могут быть иностранцы, слишком большая глазка, информация уйдет, поэтому нужно было собраться там, где не было. Подальше от ушей, подальше от прессы. Но информация все равно пришла. Интересно. Главным спикером был митрополит Милетий Рязанский. Проект концлагеря был оглашен. Он рассказал, что по этому проекту также предполагалось вначале всех евангельских христиан по всей Российской империи лишить всех прав имущественных, то есть полная конфискация всего имущества материального, потом всех прав родительских, все дети и несовершеннолетние должны быть отобраны и отданы в монастыри или в приюты при местных и прохиальных управлениях. Значит, потом... И, конечно же, должны быть отправлены в эти концлагеря за полярным кругом. Были продуманы даже могильники в условиях вечной мерзоты, очень короткий промежуток времени, когда можно рыть общей манилы. Поэтому было продумано для массового захоронения уже заранее в большем могильнике. И этот проект был оглашен и было на голосование вынесено. Три варианта. За, против, воздержался. Сотни делегатов со всей Российской империи. Митрополиты, архиепископы, епископы, богословы, сектоветы тогдашние, генералы, адмиралы, элита политическая, ну, кроме самого государя-императора, весь цвет нации. За, против, воздержался. В первую очередь, голосование духовенства. Воздержался ни одного. Против, ни одного. Единогласно. Республиканцев и всех, кто был там. И его обычная речь заканчивалась бурными овациями, проложительными. И, как бы, враги примерялись. Бог дал ему такую способность. И именно Гарри Хобарт был тогда, значит, вице-президентом. И, что интересно, Гарри Хобарт убедил, как раз так как Конгресс, объявить бойкот России в случае подписания такого проекта. Заявил, что флот США должен блокировать все порты Российской империи. Полная блокада, экономическая блокада, политическая блокада. Значит, и все поддержали тогда этот проект ультиматума. И, благодаря этому ультиматуму, Николай II отказался подписывать этот проект. Хотя все было готово. Люди были выявлены. Накануне, в 97-м году, была перепись населения Российской империи произведена. Первая в истории Российской империи перепись населения. Где в графе вероисповедания переписчики убеждали ставить граждан России не юридическое, а фактическое отношение к религии. И говорилось переписчиками, что, мол, вот Александр II дал свободу от рабства, от крепостного права, а вот Николай обещает дать свободу совести. Поэтому пишите то, кем вы фактически являетесь. В этом была иезуитская хитрость, подлость. Потому что люди сами себя сдавали, подписывали себе смертный приговор, не понимая того. Было выявлено сотни тысяч российских подданных, которые юридически еще были православными, но фактически были уже протестантами. Люди подписывали себе смертный приговор, не понимая этого. И они не знали, но Бог привел в движение и Америку. Французские баптисты писали петиции, забросали Петербург петициями протеста. Протестуя против этого безумия, просто-напросто. Николай II поставил другую резолюцию, оставит до времени. Проект лег в архив. Прошло 20 лет. И угадайте, кто этот проект поднял из архива. Ленин и Совнарком. И больше того, с 1918 на 1919 год были первые констагеря построены. И парадокс истории. Угадайте, кто были первыми устниками первого констагеря в истории человечества. Православные священники в том числе. Там были дворяне, были некоторые купечества. Под Тулой, под Рязанью, под Московью были построены эти первые констагеря. Они, правда, существовали очень долгое время. После гражданской войны уже лагеря не возобновлялись. Только лишь в 1928-1929 годах началось массовое строительство ГУЛАГа будущего. И в начале 1930-го года мы знаем, что сетью констагерей покрылась вся территория СССР. И, в общем-то, это была фабрика смерти, уничтожившая десятки миллионов людей. Это было ужасно. До самой смерти Сталина эта фабрика продолжала работать на всю катушку. Друзья, вот как бы время уже походит к концу, но также еще один сказал об очень важном и многом. Но хотелось бы в этом семинаре сегодня подвести такую черту, как бы. Знаете, друзья, реформация православной церкви сегодня, это не только, вот мое видение, это не только то, к чему призваны некоторые священники. Это дело очень большой важности, огромной важности. Сегодня на кону спасения десятков миллионов наших соотечественников. Если православная церковь сегодня изменится, реформируется, она способна будет дать спасение людям. Потому что есть библейский принцип, что имею, то и даю. Больная церковь не сможет оздоровить общество. Церковь здоровая сможет это сделать. И, конечно, друзья мои, в первую очередь это покаяние самих священников. Осознание. Многие священники нуждаются сегодня даже в том, чтобы переросмыслить свое служение Богу. Как говорил Кирилл Лукарис, патриарх Вселенский, через сто лет после Лютера, поднявший знамя реформации на Востоке православном, в тезисах собора, об этом много там цитат есть, что только лишь один первосвященник ходатай Иисус Христос. Церковь должна подзреть на того, кого пронзили мы своими грехами. На Иисуса Христа праведника. И церковь, взирающая на Христа, она освобождается от страшного яда, страшного яда греха, проклятия. А когда евреи смотрели на бедного змея, они были исцелены. И сегодня мы нуждаемся в том, чтобы взирать на Иисуса Христа. И будем исцелены, будем изменены, слава Богу. И покаяние церкви, друзья, это не признак слабости церкви. Наоборот, это признак взрослости церкви. Потому что, когда человек, он готов признавать свои ошибки, да, и готов над ними работать, мы говорим, это взрослый человек. Хотя ему может быть 15 лет, да. Но, если мы видим даже 60-летнего, но который не готов признавать свои ошибки, и не готов над ними работать, мы говорим, это человек еще не зрелый человек. Он еще не взрослый. Хотя, как бы, знаете ли, по виду он уже взрослый человек, но по своей сути он еще не зрелый человек. Поэтому зрелость проверяется не количеством лет даже прожитых, а количеством правильным отношениям к себе и к окружающим. Есть очень хорошая, такая, хорошая традиция, красивая традиция барныцва, когда человека в 13 лет уже отец объявляет взрослым человеком и говорит, ты взрослый, ты мой сын, и ты уже самостоятельный человек. Ты принимаешь решения, ты отвечаешь за них. Это очень правильно, это очень важно. И сегодня церковь должна тоже быть в такой, в такой, в такой барныцве. Хотя православию на нашей земле уже больше тысячелетия, но по-прежнему еще, знаете ли, дым в голове, будем так говорить, много проблем. Нужно сказать, что мы взрослые, что мы должны признавать ошибки и над ними работать. Потому что есть такое ложное убеждение, ложная уверенность в том, что якобы мы как церковь безгрешны. Это чушь вообще. Любая церковь, она совершает ошибки. Любая поместная церковь совершает ошибки. Лишь безгрешный наш Господь, Иисус Христос. И когда мы отходим от Него, то у нас проблема возникает. И наша задача вернуться снова на этот путь, который сам Иисус Христос. Дорогие друзья, хочу вас благословить, возлюбленные, благословить вас. И помолиться вместе с вами, и за вас помолиться. Давайте встанем, дорогие друзья, братья, сестры. Несмотря на субботний вечер, 49 человек все подключено. Слава Богу, это хорошо. Так что наших зрителей, кто онлайн смотрит, тоже благословляю. И хочу вас тоже благословить. И вместе с вами помолиться. Молитвы и обращения к Богу. Если в собрании есть человек, есть те люди, кто хотели бы покаяться, примириться с Отцом Небесным. То можете прямо сейчас выйти вперед и призвать имя Бога. Призвать имя Иисуса Христа. Обратиться к Святому Духу. Обратиться к Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. С молитвой покаяния. Вы можете сделать это прямо сейчас. Если в собрании такие люди, можете выйти сейчас на молитву покаяния. Или же кто уже каялся, но вы хотели бы вернуться в Дом Небесного Отца. Обратиться к Нему вновь. Все спасены. Слава Богу. Если так. Бог Святой, я благодарю Тебя, Боже, за этот вечер. Благодарю Тебя за Твое здесь присутствие. За то, что Господь из истории. Сегодня мы узнавали многие вещи не очень приятные. Но нужные сегодня нам. Для исцеления нашего церковного. Господь Всемогущий, благослови нас. Боже. И благослови верующих в этом городе. Благослови христиан разных церквей. Динаминации в этом городе. Правоставных, протестантов, католиков. Бог Всемогущий. Во имя Иисуса Христа. Помоги всем нам, Господь. Быть в единстве веры. Господь. В познании Тебя, Бога нашего. Пусть имя Иисуса проставляется сегодня, Господь. И с сегодняшней ночью, и с завтрашним днем, когда миллионы христиан, православных и протестантов будут здороваться, приветствоваться словами «Христос воскрес!» И отвечать будут «Во истинно воскрес!» Бог Всемогущий, приди в жизнь людей. Приди действительно, Господь, силой воскресения Своего. Во имя Иисуса. Их слова и исповедания услышь, Господь, Божий. И произведи действия в их сердцах, Господь. Пусть действительно люди многие осознают и в этом городе, и в других городах и селах по всей Украине, что ни в ком у нам нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Божий Всемогущий, прославься на этой земле. Благослови нас и благослови завтрашнее предстоящее богослужение здесь, в этом храме. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови нас и благослови. Аминь. 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 Аминь.